В Астане 22 часа вы смотрите круглосуточный телеканал Хабар 24 в студии Иван Тулинов в эфире новости. Здравствуйте. В Уральске владельцы рынков Алтын Алма и Золотая Чаша предстанут перед судом за несоблюдение правил противопожарной безопасности. Предприниматели не устранили нарушения, выявленные сотрудниками ЧАЭС в ходе первой внеплановой проверки. Теперь хозяевам рынков грозят либо многомиллионные штрафы, либо временное закрытие объектов. Всего из 13 повторно проверенных торговых домов и рынков половине из них не устранили нарушения. Владельцы семи организаций понесут административную ответственность. Сумма штрафа превысила миллион тенге. Деятельность двух торговых домов в Уральске решением судов будет приостановлена на три месяца. Характер нарушений на всех объектах торговли в принципе идентичный. Это неисправность системы пожарной автоматики, загромождение путей эвакуации, наличие горючей отделки, неисправность электричества. Большинство руководителей пожар представляют событием как маловероятным. Поэтому многими игнорируются противопожарные требования, но этого делать не стоит. Слушание по скайпу, электронные очереди на процесс, вай-фай, даже запасные зарядные устройства. Суды нового времени могут запустить в Казахстане. В Сараркинском районе Астаны уже работает такой пилотный проект, так называемый образцовый суд. Старое здание модернизировали, а работу организовали по знаменитой сингапурской системе. В суде, к счастью, по своей воле побывала моя коллега Женара Дулатова. Просторный зал, электронная система управления очередью и ресепшн с улыбающимся консультантом. Цон, подумаете вы? Нет. Суд. Никаких конвоиров, строгой охраны и маленьких окошек с решетками. Теперь все гораздо комфортнее. Допустим, вас если вызвали в суд, вы приходите в судострелищности, проводите его здесь, у вас уже высвечивается, на какой процесс вы пришли и в какой зал вам необходимо пройти. Пройти, конечно, в порядке очереди, которая высветится на табло. В обычных судах этим занимаются секретари. Они же и спускаются за каждым участником дела. Электронная очередь и для тех, кто пришел подать заявление или получить акт. Если раньше люди все шли в одно окошко, чтобы все это сделать, сейчас на сегодняшний день все эти зоны поделены и, соответственно, все эти зоны регулируются отдельной очередью. На этом новшество не заканчивается. Чтобы граждане не заходили слишком далеко в своих спорах, окончательно испортив все отношения, здесь работает медиатор. Он занимается примирением сторон и решает даже самые серьезные конфликты. Чтобы в деле не осталось проигравших, тут же можно пройти консультацию адвоката и все это бесплатно. Мы хотим показать, какой должен быть суд сегодняшнего дня, ориентированный на людские нужды. На потребности граждан, на потребности людей, кто приходит в суд, кто обращается с заявлениями, решает проблемы в суде. То есть все юридические лица граждане, вовлеченные в орбиту судопроизводства. Специалисты уже сейчас уверяют, процесс стал намного проще. К тому же у каждого судьи помощник. Так дела стали рассматриваться быстрее, а сами служители Фемиды теперь могут уходить домой как положено в 6 вечера. Сэкономить время можно и участникам судебных тяж. Присутствовать на слушании нет необходимости. Поддерживайте свое ходатайство в участии в судебном заседании через мобильный ВКС. Да, поддерживаю. Суд Сараркинского района выбрали не случайно, только за последние полгода. Здесь рассмотрели более 15 тысяч дел и материалов. Пилотный проект проработает здесь два месяца. После аналитики решат, нужны ли подобные инновации в других судах страны. Жанара Дулатова, Ганел Шимбаев, Хабар 24, Астана. Казахстанцы получили возможность экономить время и средства, оформляя базовую пенсию в цонах. Об этом на брифинге Валматы рассказали руководители ЕНПФ, поясняя детали поправок в закон о пенсионном обеспечении. Новая композитная услуга позволяет осуществлять выплаты за счет бюджетных средств и пенсионных накоплений в один день на один банковский счет. Также доступны услуги учета, перевода и возврата пенсионных выплат. По принципу одного окна, лица, достигшие пенсионного возраста, будут обращаться с единым заявлением только в цоны. Данные изменения вносятся в интересах получателей, которые достигли пенсионного возраста. Кроме того, 14 июля этого года казахстанские фрилансеры, то есть те граждане, которые получают доходы по договорам гражданско-правового характера, должны самостоятельно платить пенсионные взносы. Их объем 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы. Срок не позднее 25 числа того месяца, который следует за отчетным периодом. В случае первого нарушения гражданам грозит предупреждение. Если невыплаты будут повторяться, предусматриваются штраф в размере 10% от суммы неперечисленных пенсионных взносов. Напомню, что согласно ранее действующего законодательства, фрилансер самостоятельно принимал решение об отчислениях, то есть определял размер своей будущей пенсии. С 14 июля это станет обязанностью таких физических лиц отчислять пенсионный взнос. Самостоятельно данные лица исчисляют свой ежемесячный доход и производят перечисление на индивидуальный пенсионный счет через банки второго уровня. Как приобрести собственную квартиру по программе 7-20-25, рассказали депутаты военном национальной гвардии. На встрече мажоресмены подробно объяснили о преимуществах пяти социальных инициатив президента. Лишь 10% личного состава нацгвардии имеют собственные квадратные метры. По мнению депутатов комитета по международным делам и обороне, новая ипотечная программа поможет военным в скором времени решить их жилищный вопрос. Банк не имеет права назначить пеню больше установленным, мы это законодательную пеню поставили. Если 7%, значит 7%. Если 7-0-1, уже можно идти, жаловаться в прокуратуру и наказывать банк. Мы сейчас говорим о первичном жилье, о новом жилье. Ну, есть желающие, естественно, которые хотят купить вторичное жилье. Этот вопрос тоже рассматривался. И он, в принципе, в закон подошел. Депутаты Сената и Мажелиса Казахстана приняли участие в 27-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Германии. Нашу делегацию возглавлял сенатор Любек Мукашев. Всего в работе сессии участвовали депутаты 57 стран-участниц ОБСЕ. Какие вопросы обсуждались, знает наш СОПКОРШУ, пан Нейманбаева. 300 парламентариев из 57 стран стали участниками летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Здесь, в немецком Мудестаге, на протяжении пяти дней они говорили о глобальных вызовах и проблемах. В обсуждениях принимали участие и депутаты из Казахстана. Борьба с терроризмом, кибератаки, миграционный кризис, права женщин. Парламентарии обсудили целый ряд вопросов. В центре внимания были и затяжные конфликты. Участники парламентской ассамблеи ОБСЕ призывали к мирному урегулированию конфликтов на востоке Украины и на Горном Карабахе. Говорили делегаты и об укреплении межпарламентского сотрудничества. Казахстанские депутаты приняли участие во всех панельных сессиях. И подчеркивают, что встречи в таком формате очень эффективны. Площадка для парламентариев очень эффективная. Мы стараемся поделиться с нашими коллегами о том, что делается в Казахстане. Мы рассказали о тех президентских инициативах, которые сегодня воплощаются на территории нашей республики. О том, что делается в Казахстане для укрепления человеческого потенциала. Все это мы довели до сведения наших коллег. С одной стороны. С другой стороны мы смогли подчеркнуть и те интересные моменты, которые работают в европейских государствах и в странах ОБСЕ. Кроме того, на полях конференции наши парламентарии встретились с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. А также провели двусторонние встречи с депутатами других стран. Они предложили свое видение решения многих европейских проблем и рассказали об уникальном опыте Казахстана в сохранении единства, мира и согласия. В 2013 году, уже пятый раз в год, я принимаю участие в работе Комитета по демократии и правам человека, парламентской ассамблеи ОБСЕ. У нас очень выгодное предложение. Мы говорим о Казахстане, об ассамблее народа Казахстана, о съезде мировых религий, которые происходят у нас ежегодно. Мы говорим, что вот есть пример, где у нас есть и вопросы, и толерантность развивается, и что у нас есть многонациональное государство Казахстана, оно развивает все национальности, все этносы. Что у нас нет вопросов по религиозным, по этническим вопросам. Что мы, наоборот, стараемся быть центром примирения во всем мире и давать пример всему миру о том, что вот есть кусочек, скажем, мира, где эти вопросы решены. И решены, скажем, в такой короткий период. По завершению 27-й сессии участники согласовали итоговый документ в Берлинскую декларацию. Теперь депутаты готовятся к следующей встрече. А я добавлю, осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бишкеке. Шулпан Найманбаева, Милослав Лариновский, Хабар, 24, Германия. Как найти баланс в использовании новых возможностей? Как переосмыслить роль Центральной Азии в глобальном информационном пространстве? А также как акцентировать внимание на проблемы современных медиаресурсов? Эти вопросы обсудили сегодня участники Международной конференции «Медиа-2020». Это третье и заключительное событие в рамках медиа-диалога Азии. По мнению его участников, необходимо сообща и искать пути эффективного развития отрасли. На просторах Центральной Азии может появиться региональный медиахаб. Единая площадка для региональных СМИ, на которой можно будет не только быстро обмениваться новостями, но и за короткое время проверять подлинность или фальшивость новости, а также обмениваться знаниями, опытом, технологиями развития медиа-индустрии. Создание региональных или транс-региональных хабов для распространения информации и программ технологий вполне реально. К примеру, при Европейском Вещательном Союзе есть сайты, куда люди размещают свои программы и распространяют тем самым. Европейский Союз спонсирует деньги на ко-продакшн, сотрудничество между странами, вложение денег, подключение технологий, которые у нас есть на сегодняшний момент, создание региональных программ между странами. Все это абсолютно возможные вещи. Наболевшая и одна из самых главных проблем современных медиаресурсов – фейковые или ложные новости. Как проверить информацию на подлинность, вовремя остановить распространение фейка, решить проблему дефицита информации, рассказали коллеги из Франции. У них по ТВ показывают программу, которая так и называется «Правда или ложь». На самом деле нельзя недооценивать опасность, которая исходит из внешних аутсорсинговых компаний, нежели от государственных, потому что зачастую их главная цель – это деньги. Тем самым распространение фейковых новостей может быть использовано для получения прибыли. Думаю, реально только научиться проверять и стараться уменьшить ущерб от распространения фейка. Сегодня у нас есть уникальный шанс обсудить злободневные вопросы средств массовой информации с представителями самых разных культур и цивилизаций. Символично, что именно в Астане, новой столице Евразии, Восток и Запад сообща ищут ответы на ключевые вызовы современности. Медийный ландшафт меняется. Чтобы сохранить и укрепить доверие аудитории, слушающей, читающей и смотрящей новости, нужны профессионалы. Медиа-индустрия каждый день сталкивается с все новыми и новыми вызовами, решать которые можно через призму, где отсутствуют культурные барьеры. Азиза Макулбаева, Ербалдаиров, Хабар, 24, из Астаны. Ушел из жизни человек с большой буквы. Человек, смотря на которого начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Фермеру Александру Карповичу в сентябре исполнился бы 61 год. И 10 из них он прожил без обеих рук. При этом в одиночку успел высадить целый лес. Об удивительной истории не менее удивительного человека расскажет Асхат Ниязов. Вот она, вся посадка. Александра Карповича мы снимали почти три года назад. Тогда он высадил свое 11-тысячное дерево. Сегодня их еще больше. Далеко не каждый, даже здоровый лесник, может похвастаться таким результатом. А Александр мог. Где растут кипарисы, там всегда курорт. Дом Александра все так же стоит вдали от всех. Можно сказать, посреди степи. Однако сейчас здесь кажется пусто, как никогда. Нашу съемочную группу встретила жена, а точнее вдова Александра. Не жаловался на легкие? Не жаловался. Ничего у него не болело. Ничего. Ничего не предвещало. Только за две недели до смерти поставили страшный диагноз – рак. Александр всегда так жил. Никогда не жаловался, даже когда в жуткий буран обморозил и лишился обеих рук. Он всегда любил жизнь и говорил, что несмотря ни на что нужно работать и иметь четкую цель. А у него было их несколько. Помимо леса он хотел облагородить это прекрасное озеро с лилиями, чтобы люди могли здесь отдыхать. У него очень большие планы были. Очистить озеро. Несколько лет мы запускаем рыбу. Получилось. Но в этом году, видите, опять лап застало, перекрыло. Если бы он живой был, он бы вырезал ее. Но планам фермера всячески мешали. То землю, где он уже посадил целый лес, хотели отобрать, то новые гектары не давали. Был даже суд, который Александр проиграл. Он хотел вокруг озера взять и опять продолжать лес сажать. Но проиграл, не добился. Отказали все. И вот он как впал в депрессию, ночами не спал. И вот, скорее всего, от этого у него пошел рак. Наследие Александра вот эти 5,5 гектаров. Через лет 10 здесь будет настоящий лес. Просто пока из-за высокой травы его не видно. Но если приглядеться, вот посмотрите, видите, сосна. Здесь рядом спряталась еще одна. А вот, смотрите, третья сосна. Всего Александр здесь высадил 18 тысяч деревьев. Без рук. Во благо стране и потомкам для дела Сажаем мы лес безоглядно и смело. И пусть не дождаться нам зрелых плодов, Свой след здесь оставим на веки веков. Глумиться не надо, что я малость безрукий. Труд на земле, есть лекарства от скуки. И все инвалиды казахской земли Вот так же деревья сажать бы могли. Берите лопаты, сажайте смелее, Березы и сосны, каштаны и ели, Чтоб лет через 30 веселые внуки, Гордясь, поминали. Вот был дед безрукий. Безрукий. Асхат Нязов, Наурыз Базаров, Хабар, 24, Акмолинская область. Усть-Каменогорский планирует переименовать и дать название 23 улицам. Такое решение приняли члены городской аномастической комиссии. В ходе общественных слушаний депутаты и активисты неправительственных организаций пришли к выводу, что улица Ворошилова должна именоваться проспектом Шакарима. У старевших имен лишатся и такие улицы, как Питерских коммунаров, Лениногорская и Комсомольская. Свое название сменит и парк Жастар. Ему присвоят имя народного героя фронтовика Касыма Кайсенова. Молодежь должна знать историю Казахстана, поэтому я полностью поддерживаю процесс переименования улиц. Глядя на новые названия улиц, горожане будут интересоваться тем, в честь кого они названы. Фестиваль Кумыс-Мурындух-2018 прошел в Кигенском районе Алматинской области. На церемонию первого угощения Кумысом съехались многочисленные гости из разных районов Семеречья. Участники события не только окунулись в атмосферу древних обрядов и национальных традиций, но и попробовали несколько видов терпкого напитка. Гульнар Жантасова поделится впечатлениями. Яркий юрточный городок раскинулся на одном из красивейших жайлау у подножия Зайлийского Алатау. Здесь издревле паслись многочисленные табуны скакунов, проводились ярмарки. Ну а в эти дни Каркара стала средоточием уникальных традиций и обучаев народа. К Кумыз-Мурындух обряд угощения первым кумысом всегда был одним из значимых праздников у кочевников, как и олицетворение благополучия и крепкого здоровья. Полторы тонны кумыса доставили на фестиваль с летних пастбищ Каневоды Кигенского района. Было представлено несколько видов этого уникального напитка. Хозяева каждой юрты нахваливали свой кумыс, утверждая, что трава на жайлау, где пасутся их кобылицы, лучше. Бесспорно, имеющий свою шеститысячелетнюю историю, национальный напиток содержит в своем составе 28 целебных компонентов и давно и прочно занял свою нишу в жизни нашего народа. Я рада, что возвращаются наши древние традиции, что к ним приобщается наше молодое поколение. Этот фестиваль – настоящее свидетельство тому, что программа «Рухани Жангуру» приносит свои плоды, что мы возвращаемся к своим истокам и чтим историю. Свою изюминку внесли в праздник и национальные игры. Если самые сильные атлеты состязались на борцовском ковре, то самые быстрые и ловкие – в скачках на скакунах и в борьбе аудераспах, в поединках верхом на лошадях. Мы думаем, что данное мероприятие будет проводиться ежегодно и будет служить именно преемственности поколений, чтобы наши отцы, деды могли передать свой богатый жизненный опыт подрастающему поколению. В Тегенском районе на 22 жайлау содержится более 30 тысяч лошадей. Каждое хозяйство за сезон производит около 30-35 тонн кумыса. Разнотравие, чистый горный воздух и целебный напиток привлекают сюда все больше желающих поправить свое здоровье. Ну а пропаганда и приобщение казахстанцев к давно забытым традициям становятся вот такие яркие фестивали. Гульнар Жентасова, Ужас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Это все события к этой минуте. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин